Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Также рабочие заседания, иммунная система и полный портфель. Свыше 225 тысяч школьников получат матпомощь к новому учебному году, кому положена единовременная выплата. Субтитры создавал DimaTorzok Александр Лукашенко, несмотря на беспрецедентное экономическое давление, страна способна противостоять внешним вызовам. Главное – не расслабляться. Если мы не хотим воевать, у каждого есть дети. Если вы не хотите, чтобы наши дети с ружьем отстаивали свой суверенитет и независимость, мы должны иметь крепкую экономику. Это стабильность в нашем обществе. Еще раз подчеркиваю, все начинается с малого, с конфликтов. Кто-то беднее, кто-то богаче. Друг на друга косо посмотрели. Потом начали завидовать друг другу, как это мы умеем хорошо делать, особенно в Беларуси. Потом взялись за винтовку, за ружье и начали друг на друга катить. Опыт есть. 20-й год. Это мини-был конфликт еще. Будет похуже. А потом нам помогут. Нас быстро подожгут. Целиком. И будет хуже, чем в Украине. Я это нутром чую. Если вы это не прочувствовали, поверьте мне в очередной раз. Очень серьезная обстановка. Очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят. Все пока есть. Но это рухнет в одно мгновение, если мы расслабимся. Поэтому экономика, вопрос номер один. Будет экономика, все у нас получится. Глава государства отметил, это промежуточное заседание правительства. По итогам года нужно спланировать еще одну встречу в таком же формате. Уже полностью рассмотреть, как сработали. Задача одна, не хуже прошлого года. И это вполне реально. Не понравился трек. Пьяный посетитель ночного заведения распылил перцовый баллончик, в лицо диджею. Наряд охраны вызвали около четырех утра. Оказалось, 19-летний нетрезвый горожанин повздорил с персоналом и таким образом решил отомстить сотруднику кафе-клуба. Я дал бы ответ. Я говорю, пошлите на улицу. Он выходит, что-то ромсит. Я его запырскал баллоном. Действием задержанного будет дана правовая оценка. Совместные учения, региональный маршрут и ежедневный рейс. Белавия увеличила количество полетов в Калининград. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Минске впервые лабораторно подтвердили случай заболевания омикрон-ниндзя. Этот штамп коронавируса сейчас больше всего распространен в Западной Европе и США. Главная опасность – уклонение вируса от антител. Иммунная система может поначалу даже не заметить его наличие в организме. Поэтому сейчас актуальна ревакцинация. Белавия увеличила количество полетов в Калининград. Теперь добраться в российский город можно шесть раз в неделю. Из Минска борт отправляется в 12.25, обратно – в 14.55. Стоимость билета – от 101 евро. Напомним, накануне отечественный авиаперевозчик перешел на ежедневные рейсы во Внуково. Белорусские военнослужащие ВВС и ПВО примут участие в совместных учениях с Россией. По 11 августа стрельбы будут проводиться в нашей стране, а с 22-го – на территории воздушного пространства страны-соседки. Задействуют личный состав, вооружение, военную и специальную технику. Более 225 тысяч школьников из многодетных семей получат маткомощь к учебному году. Единовременная выплата – 98 рублей 55 копеек. Предоставляется вне зависимости от дохода. На этот вид поддержки в местных бюджетах запланировано свыше 27 миллионов рублей. В регионах Беларуси планируют оптимизировать движение общественного транспорта. В некоторых деревнях и агрогородках автобусные сообщения работают еще с советских времен. По итогам первого полугодия уже обновили около 430 маршрутов. Экономический эффект составил более 10 миллионов рублей. Жизнь без границ. В Бавруйске провели мониторинг безбарьерной среды. Комиссия посетила школы, детские сады, кафе и поликлиники. Внимание специалисты уделили пандусам, поручням, тактильной плитке и речевым информаторам. Ключевая задача – предусмотреть нюансы и в случае недочетов сделать работу над ошибками. Продолжит тему Ольга Васенда. 85-й детский сад посещает специальная комиссия. В составе – представители Министерства социальной защиты и общественных организаций, которые отстаивают права людей с инвалидностью. Здесь воспитывается трое особенных малышей. Дошкольные учреждения проверяют на наличие безбарьерной среды. Кругом пандусы, поручни и знаки доступности. Оборудована здесь и лифтовая комната. Детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата перевозят в сопровождении взрослых. И по одному – система автоматическая. Внутри есть кнопки аварийной остановки и вызов диспетчера. При осмотре новостроек в микрорайоне Северный проверяющие уделяют внимание электрическим подъемникам. Председатель комиссии лично тестирует специальный лифт. К коляске Василий Лукашевич прикован уже несколько десятков лет. За это время приспособился и научился жить полной жизнью. Поэтому взор обращен и к спорткомплексам. Например, в Техасе людям с инвалидностью доступен как бассейн, так и тренажерный зал. Я должен сюда попасть сам, грубо говоря, вот таким образом, а не чьей-то помощью. То, что мы и проверяем, это начиная со стоянки, с заниженного бордюрного камня и заканчивая посещением бассейна. Вся эта вот система должна быть в одном целом. Во время проверки учитываются потребности не только инвалидов-колясочников, но и людей с нарушениями слуха и зрения. Ведь чтобы сходить в магазин, на почту или в поликлинику, зачастую им приходится приложить немало усилий. Незаменимые путеводители, мнемосхемы и таблички со шрифтом Брайля. Даже если таким образом мы какую-то маленькую проблемку решим, это уже очередная победа. Но Белтиза как организация, для чего нужны мы, мы должны быть, для того, чтобы проталкивать идеи и проблемные вопросы, которые надо разрешить. Прогуляться по улице или проехать пару остановок на общественном транспорте кажется обычное дело. Но для незрячих это целый квест. Упрощает задачу тактильная плитка. Куда идти можно понять с помощью трости, направляющей знак полосы на рисунке, предупреждающей точки. Плюс звуковой сигнал светофора. А в социально значимых учреждениях речевой информатор. Конечно, это работа, скажем так, которая требует как временных, так и финансовых затрат. Вместе с тем, конечно, у нас еще есть моменты, над которыми нам надо работать. А вот для этого опять-таки мы привлекаем, обсуждаем все вопросы, которые нам необходимо решить с самого начала при создании доступной среды с общественными объединениями инвалидов. Сегодня в Бобруйске проживает свыше двух с половиной тысяч инвалидов. Защита их прав – один из приоритетов в социальной политике государства. Всего у тех, кто ограничен в способностях в стране, 6%. Но за этой цифрой люди с непростой судьбой и сильным духом. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Лето – это маленькая жизнь. В оздоровительном лагере «Мечта» завершается четвертая смена. 18 дней пролетели незаметно. Всю смену здесь царило веселье и суета. И даже на прощание для школьников организовали насыщенную программу. Игры, викторины, демонстрации оружия и военной экипировки. Плюс возможность освоить навыки оказания первой медицинской помощи. Сегодня сотрудники УВД Бобруйского госполкома на постоянной основе проводят профилактические мероприятия в школьных лагерях, а также лагерях загородного типа. На мероприятиях ребятам показывается специальная техника. Красным крестом демонстрируется, как правильно оказывать помощь при утоплении. А также сотрудниками ИДН, госавтоинспекции и наркоконтроля проводятся профилактические беседы, направленные на недопущение и предотвращение преступлений среди несовершеннолетних. Очень много детей участвует в различных конкурсах. Такие конкурсы, как «Алём ищем таланты», презентация отрядов, концертные номера. Приезжайте, мы всегда рады всем, будем всех ждать. За два месяца «Мечта» приняла 2400 ребят. В этом году здесь впервые организована пятая смена. Время с пользой проведут еще 600 школьников. Всего в лагерях Могилевской области этим летом отдохнут 44 тысячи ребят. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok